О празднике Суккот, который, как я верю, в определенной степени Дух Святой показал мне в этот праздник Суккот, в первый же день праздника Кущи. И если это для вас удобно, мы можем с вами открыть книгу Негемии, 8 главу, с 13 стиха. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники, левиты, книжники Куэзри, чтобы он изъяснял им слова Торы. И нашли написанное в Торе, которое Господь дал через Моше, чтобы сыны Израиля в седьмом месяце в праздник жили в Кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Ершелайме, говоря, «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви миртовые, ветви пальмовые и ветви широколистных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». Мы знаем, что первый праздник, который праздновала снова на своей земле первая волна возвратившихся из вавилонского плена, это был праздник кущи. Храма еще не было, был только восстановлен жертвенник. И этого как раз было достаточно для того, чтобы отпраздновать праздник кущи. Например, Йом-Кипур было невозможно праздновать, а вот праздник кущи возможно. И теперь, когда следующая волна переселенцев вернулась на свою землю, праздник кущи стал ключевым в великом восстановлении Божьего остатка на Божьей земле. На самом деле, никто вокруг не воспринимал это восстановление как великое. Его не воспринимали многие великие народы того времени. Его не воспринимали персидские монархи. Даже враги Израиля не особо это так воспринимали. Я не знаю, насколько они сами осознавали, насколько великое восстановление они совершают по милости Божьей. Хотя, и мое личное представление, что в значительной мере они это понимали. Особенно благодаря пророкам и учителям Торы. Но, действительно, две книги или в Еврейском кодексе «Единая книга» из Рейнигемии описывают это величайшее восстановление. Это восстановление оказало воздействие на всю историю еврейского народа. Оно стало примером для всех последующих восстановлений в истории Израиля. И оно оказало воздействие на всю историю церкви. И также стало примером для всех последующих восстановлений в истории церкви. Есть целый ряд живых христианских книг, описывающих восстановление во время Айзри и Ниемии, как пример для великого восстановления церкви в последние дни. Одна из таких книг, книга Лестера Саммерла, полностью является толкованием книги Ниемии. Поэтому и мы, читая эту книгу, мы понимаем, к чему мы прикоснулись. В частности, вот этот небольшой остаток на земле Израиля, небольшой остаток Израиля на его земле, совершал такие пророческие действия, которые имеют прямое отношение к тому, что совершает сейчас Божий остаток среди Израиля в Эрец-Исраэль. И к тому, что происходит с Божьим остатком среди еврейского народа по всему лицу земли. Итак, 13 стих, снова читаем. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжник Уэзри, чтобы он изъяснял им слова Торы. Отсюда мы понимаем, что на то время ясное понимание Торы было большой редкостью, даже среди этого восстанавливаемого духовного остатка Израиля. мы понимаем, что в изъяснении Эзры нуждались все, не только простой народ, скажем, Амгарец, все израильтяне, но главы поколений, те, которые должны были быть особо осведомлены и особо хорошо знакомы с Торой, все они нуждались в толковании общепризнанного авторитета, которым на то время был только книжник Эзра. то есть мы видим, что Израиль, даже лучшая его, наиболее духовная часть, которая вроде бы всем пожертвовала, чтобы исполнить совершенную волю Божью на его земле, она была слаба в Писании. И нашли написанное в законе, которое Господь дал через Моше. Итак, что происходило? Главы поколений, священники и левиты, самые образованные, самые духовные, те, на кого была возложена обязанность учить, наставлять народ и вести народ за Богом, сами нуждались в водительстве. Я думаю, это реальная параллель с тем, что сейчас происходит. Нынешние духовные вожди Израиля может быть, когда-то поймут, что они сами нуждаются в наставлении. И их уверенность в том, что они не слепые, а зрячие вожди, скоро померкнет, потому что никто не может видеть ясно, если Господь не откроет ему духовный глаз. Слава Богу за смирение тогдашних вождей Израиля. И вот они вместе с Эзрой читают Тору, они вникают в нее, и они ищут, и смотрите, что же они нашли, что они искали и что они нашли. написанное в Торе, которую Господь дал через Моше, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, то есть тогда, когда они изучали Тору, в праздник жили в кучах. Они искали прежде всего не теологических догматов, они не пытались построить какое-то изощренное богословие, они не строили никакой схоластики, казуистики, они не углублялись в то, что потом стало основой Талмуда, все эти словопрения о мелочах, они не созидали древнюю Каббалу, они нашли то, что имело прямое отношение к их реальности, в их условиях, в их обстоятельствах, там, где они находились, в то время, в том духовном сезоне, в котором они жили. Великолепный пример для всех верующих Бога Израиля. Когда мы изучаем Писание, это настоящий, глубинно еврейский подход. К сожалению, потом даже так называемые светочи иудаизма, они отошли от этого истинного еврейского, библейского подхода. И многое позаимствовали тех языческих философов, которых они так критиковали. Но настоящий библейский, цельный подход к Библии, это прежде всего искать и найти то, что имеет прямое отношение к нашей жизни и что руководит нашей жизнью, и что показывает нам, как эту жизнь строить, что в ней менять и в каком направлении идти. они нашли это и это был праздник Суккот. Они увидели, что они находятся как раз перед праздником Кущи. Они прочли заповедь, которая говорила о том, что сыны Израиля в праздник Суккот должны жить в Кущах. И поэтому они объявили и провозгласили по всем городам своим и в Ярушилай. Смотрите, главы поколений, священники левиты с помощью книжника Эзры, который помогает им разобраться в Торе. Знаете, может быть, когда мы читаем 13 стих, нам кажется, вот, им понадобился книжник Эзра для того, чтобы открыть им просто какие-то глубины Торы, гематрию, какой-то сод, в тексте, чтобы показать им настолько тайны, которые только он знал. Ничего подобного. Он помог им разобраться с тем, что, согласно Торе, им нужно делать. И они не просто обрадовались, ох, мы теперь знаем, что нам нужно делать. как это прекрасно, как замечательно. Вот это да! Хавриим, мы теперь знатоки. В будущем году в Иерусалиме мы что-нибудь такое, кущевое построим. Они тут же, тут же взяли на себя ответственность провозгласить это и призвать весь народ к этому. еще важный момент. Они не просто сделали это личным тайным знанием для себя, как знатоков, а простой народ, ну что от него требовать, знаете? Ну куда, ну? Как выдающиеся раби после разрушения второго храма они стали перед ужасной дилеммой, потому что ревнители, торы, многие, они перестали есть мясо, которое было не освящено без жертвоприношений. Они перестали пить вино, которое было не освящено. И они многое перестали употреблять в пищу, делать из того, что было не освящено без храма. и раби Ханан бен Закай, раби Ишмаэли, и еще некоторые у них возникла дискуссия. И в этой дискуссии они разбирались, как быть. Знаете, какое постановление они вынесли? Мы должны успокоить народ и сказать им, что это все можно есть и пить. Потому что иначе им тогда и хлеба нельзя есть. и воду нельзя пить. Потому что в Суккот вода возливается на жертвенника. Поэтому давай мы им скажем, что все, что было при храме, можно делать и сейчас. Только оставлять какие-то знаки траура по храму. И завершается эта дискуссия очень интересной. Великий раби говорит другим, пусть лучше народ грешит несознательно. Удивительная вещь. Удивительная. Но истинные библейские герои, они никогда не занимались такой манипуляцией и не обманывали народ. народ. Даже из каких-то хороших представлений о том, что это пойдет народу на пользу. Как только они узнали это, они не делали из этого каббалистических секретов, а они провозгласили это и призвали весь народ исполнить Тору. всю Тору, касающуюся праздника Кущи. Говоря, пойдите на гору, несите ветви маслины и так далее. Вы знаете, этот призыв идти на гору, он очень странный. Конечно, можно его объяснить естественными причинами. Может быть, после великого опустошения достаточное количество деревьев сохранялось только на горах. Но мне кажется, это искусственно. На самом деле, для меня здесь скрыт духовный смысл. Пойдите на гору. Прежде чем исполнять даже ту митву, которая нам открылась, прежде чем исполнять Слово Божие, которое нам открылось, которое нам помогли прочитать, понять и усвоить, нам надо восходить к самому Господу. Нам надо восходить в Его особенное присутствие. Нам очень важно личное общение, если им это было важно, насколько важнее это для верующих Нового Завета, в которых живет Дух Святой, которых наполняет руководоч, насколько это важнее для нас с вами не просто механически исполнять понятую и принятую заповедь, но общаясь с Господом, наполняться глубоким внутренним пониманием и силой для ее исполнения и также радостью, чтобы каждая заповедь и ее исполнение становилось радостью для всех Божьих детей. Итак, идите на гору, а потом носите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви мертвые, ветви пальмовые и так далее. Лично мне это напоминает то, что пророки сказали, пророки Хагай и Захария сказали главам народа, что описано в книге пророка Хагая и что потом те сказали народу идите на гору и носите дерева. Только там цель была возобновить строительство храма, ради которого вы вообще вышли из плена и пришли на свою, на Божью, на обетованную землю. Вы пришли не просто, чтобы на ней жить, обживаться и устраиваться. Самое главная цель, чтобы Божье присутствие вернулось сюда. Но здесь зайдите на гору, начало одно и то же, а потом спускайтесь и стройте кущи. Спускайтесь и стройте кущи. И не просто носите такие, такие, все с определенной целью, чтобы сделать кущей по написанному. Вот это простота и четкость в исполнении написанной Торы, написанного Слова Божьего, не малейших упоминаний о какой-то устной Торе, о каких-то постановлениях, тайных голоход, мудрецов и книжников, все только по написанному. И дальше пошел народ и принесли и сделали себе кущи, каждый на своей кровле и на дворах своих, и на дворах Дома Божьего, и на площади водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот. Смотрите, какое действительно реальное духовное единство. Главы поколений, священники левиты собираются в духовный центр в Ершелаем, собираются вокруг книжника Эзра. Он читает Тору и изъясняет ее. Они понимают, принимают, передают всему народу, и весь народ, и они в том числе начинают исполнять заповеди. начинают исполнять эту заповедь, потому что тогда это была неукоснительная заповедь Торы во всех деталях. И весь народ расходится не для того, чтобы разбежаться, а для того, чтобы потом собраться и в единстве праздновать. И теперь очень символичный стих 16. И сделали себе кущи каждый на своей крови. И это показывает нам, что исполнение Божьего Слова каждый из нас должен прежде всего осуществлять, совершать в своей личной жизни. жизни. Мы не можем начать с исполнения Божьего Слова для кого-то. Мы должны совершать его прежде всего в своей собственной жизни. И дальше. и на дворах своих. на дворах своих простое значение для своей семьи, для своих близких, родных, для своего ближайшего окружения. и на дворах дома Божьего. Понятно, что здорово, когда мы начинаем с себя и совершаем сами. Но на этом наша ответственность перед Богом не завершается. Нам крайне необходимо заботиться о своих близких, домашних, родных. Потому что тот, кто о них не заботится, хуже неверного, согласно Брит Хадаша. Когда мы позаботились о них, это тоже не исчерпывает Божий призыв. Следующее. Нам надо позаботиться о своей общине. На дворах дома Божьего, того духовного дома, где Господь насадил нас, где мы живем, где мы славим Его, где мы принимаем духовную пищу, где мы воспринимаем Тору и всю полноту Библии с помощью тех, которые помогают нам это Божье Слово усвоит. Мы должны позаботиться о том, чтобы здесь было все необходимое для процветания Божьего присутствия, Божьей кучи. Но когда мы и в этом принимаем участие, мы должны помнить, что на этом Божье Слово не ставит точку так же. Мы должны помнить, что Господь призывает нас теперь идти дальше, если мы это сделали в своей личной жизни, в жизни своей семьи, своего дома, на своих ближних дворах, если мы затем утверждаем это в своей родной общине или церкви, если на самом деле, ну, конечно, если это община, если эта церковь для нас дом, настоящий духовный дом. Кстати, друзья, если у кого-то из вас нет такого дома, и вы считаете, что вы члены вселенского храма, а поместная община вам не нужна, простите, согласно всему писанию, вы в некотором заблуждении, если вы, конечно, не великий пророк и не вселенский учитель. И затем написано и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Можно многое об этом говорить, особенно учитывая название водяных Ефремовых. Ну, я скажу очень кратенько. Мы должны подумать о нашем народе. Мы должны подумать о народе Израиля, особенно это касается тем, кто живет здесь. Мы должны подумать о тех, которые пока не знают реальность Божьей кущи, кто сам ничего не может построить. Они могут, конечно, принимать участие в каком-то ритуальном строительстве некой суки по общепринятым меркам, но по сути своей они не могут ни построить, ни войти в реальную кущу Божьей славы. И нам нужно распространять ту кущу, которую мы построили в своей жизни, в своем доме, в своем духовном доме, в своей общине, на этих людей, чтобы и они могли приобщиться к празднику Господня. А ворота Ефрема, вы знаете, Ефрем это было обозначение всех десяти колен, угнанных осирийцами. И как бы исчезнувших. Для нас с вами, особенно для тех, кто живел сейчас в Арицисраэль, я думаю, неплохо, это не единственное значение, но неплохо подумать о тех, которые были с нами, которых враг угнал в мир. И постараться найти их, помочь им и вернуть их в Божью кущу. И дальше 17 стих «Все общество возвратившихся из плена сделало кущей и жило в кущах». «Все общество возвратившихся из плена сделало кущей и жило в кущах». Невероятное святое единство, которое возможно только, если святой Божий Дух это осуществляет. Никакими человеческими усилиями, никакими деньгами, никаким давлением сверху или давлением снизу нельзя добиться того, чтобы все общество вернувшихся соединилось вместе в этом радостном великом празднике и в этом воздаянии Богу и Его славы. Дух Божий сошел на них, когда они вникали в Божье Слово, понимали Божье Слово, принимали Божье Слово, исполняли Божье Слово, распространяли Божье Слово, действовали по Божьему Слову, сошел на них и усиливал их внутреннюю решимость и давал им силы все это совершить и соединил их в едином аккорде, как написано во второй главе Деяния апостолов, когда весь остаток Израиля, все 120 учеников, включая родных Машеха, собрались в горнице в Иерусалиме и они так молились и так славили Господа, что слились в один аккорд, тогда Дух Божий сошел на них и состоялась первая новозаветная как принято в русскоязычной среде говорит Пятидесятница первый новозаветнейший год мы можем другие параллели приводить но суть понятна одни Егашуа беннуна Иисуса сына Навина до этого дня не делали так сына Израилевы оказывается подобное празднование Суккот не происходило на земле Израиля примерно тысячу лет то есть после того как Егашуа беннун умер никогда Израиль ни в эпоху судей ни в эпоху царей не праздновал по-настоящему праздник Суккот это удивительно это невероятно но это библейский факт и только остаток вернувшийся из плена снова решился и совершил этот праздник по-написанному в полном соответствии с полной Турой посмотрите какие удивительные параллели когда впервые этот праздник по-настоящему произошел когда народ Божий вышедший из египетского плена из египетского рабства прошел пустыню и все те которые оставались внутри себя рабами Египта и не желали войти в обетованную землю вымерли а остальной народ вошел только вот тогда они смогли по-настоящему пережить необходимость праздника Кущи пережить внутреннюю жажду по переживанию Божьей славы и радости в эти необычайные дни и впервые в обетованной земле они это совершили это было поколение вышедших из египта и родившихся в пустыне во главе с Яшуа бен Нуном и Халевом и теперь когда следующий раз это произошло с остатком Израиля который вышел теперь из вавилонского пленения и вернулся в обетованную землю я думаю это настолько важно вот это параллель настолько важно для нас с вами для тех которые вышли и выходят из плена Израиля в котором Израиль пребывал многие века которые выходят из различных форм духовного плена которые возвращаются к библейским основаниям которые восстанавливают скинию кущу как написано в оригинале Давидову Пачу которые участвуют в восстановлении всего в ней что было разрушено и потеряно для нас с вами это очень важный праздник праздник во-первых возвращения выхода из плена и рабства и во-вторых утверждение на обетованной земле и в духовных библейских обетованиях которых Израиль по тем или иным причинам был лишен в этом смысле для остатка Израиля который сейчас на земле Израиля в особенности и для тех евреев и для тех еврейских общин которые вернулись и возвращаются в свое наследие по всему миру для тех церквей которые участвуют в этом возвращении потому что мы не образовываем какое-то второе тело мессии мы все в одном теле для них и для нас всех для вас это особенный праздник освобождения и утверждения в Божьих обетованиях праздник восстановления разрушенного праздник восстановления возвращения потерянного праздник Божьей славы которую Господь давно хотел вернуть на свою землю и в свой народ концовка восемнадцатого стиха радость была весьма великая радость была весьма великая это не просто ну как бы одно из следствий на самом деле когда мы читаем истории заповеди связанные с праздником кучей мы читаем что этот праздник заповедано радоваться и веселиться перед Божьим лицом все семь дней и нет такого праздника в отношении которого Бог с такой настойчивостью не заповедовал бы подобное прошу прощения именно заповедовал бы подобное именно праздник кучей именно праздник суккот поэтому в еврейской традиции только один из всех праздников называется часто просто праздник праздник кстати и здесь и здесь 14 стихи он так называется просто праздник итак это показывает нам как мы можем исполнить заповедь радуйтесь всегда радуйтесь ту заповедь которую Дух Святой через апостолов распространил по всем общинам тогдашнего мира и снова и снова напоминает нам и снова и снова подчеркивает нам потому что именно радость в Господе сила и укрепление наше без этой радости без переживания этой радости без ее внешнего проявления веселья и часто слово веселье в синодальном переводе переводит слово цхок например обетование например обетование восстановление Израиля в 30 главе Иеремии 17 стиха я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих говорит Господь тебя называли отверженным говоря вот Сион о котором никто не спрашивает так говорит Господь вот возвращу плен шатров Якова исцеление его помилую и город опять будет построен на холме своем и храм устроится по прежнему на самом деле в оригинале не храм нет храма а написано крепость другое значение дворец но скажем крепость устроится по прежнему и вознесутся из них благодарение и голос веселящихся и более точный перевод голос смеющихся и я умножу их и не будут умоляться и прославлю их и не будут унижены и будет вождь его из него самого и владыка его произойдет из среды его и я приближу его и он приступит ко мне ибо кто отважится сам собой приблизится ко мне говорит господь и вы будете моим народом и я буду вам богом пламенный гнев господа не отвратится доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего в последние дни уразумеете это это только один из примеров и каждый из нас вникая вникая в то что написано униеме вникая в параллельные места торы пророков писаний нового завета мы можем увидеть что на самом деле исполнить по-настоящему митву радости митву веселья не стесняясь веселиться перед божьим лицом и перед всем народом мы можем только тогда когда мы вникаем в его слово и позволяем духу святому делать его слово живым внутри нас в нашей жизни через нас для многих других людей когда мы совершаем это слово как свое родное когда мы празднуем божье восстановление когда мы участвуем в этом великом восстановлении последнего времени которое описано например в третьей главе деяния апостола в 21 стихе где сказано что небо будет удерживать Ишуа небо будет удерживать Машеха от его окончательного возвращения во славе до времен апокатастасиса совершение всего вернее переведено в синодальном периоде совершение а слово это значит восстановление всего что Бог обещал через уста святых своих пророков от века и мы в это время живем и это последнее время раскрывается вокруг нас и если мы помним предупреждение Господа о том как важно для нас различать не так знамения климата и погоды как различать духовные знамения того времени в которое ему было благоугодно нас поместить то мы будем видеть что происходит вокруг и какая привилегия и честь для нас в это трудное непростое сложное время жить и просто быть посвященными посвященными ему во всем и участвовать в этом великом восстановлении Израиля Божьего на Божьей земле участвовать в восстановлении еврейского народа везде где можно и участвовать через это и вместе с тем восстановление единого тела Мащеха для всех народов восстановлении которое невозможно без исполнения пророчеств и обетований о Израиле о еврейском народе и о земле Израиля тадараба дорогие и пусть рога кодыш наполняет вас когда вы будете вникать его слово и пусть его сила даст вам исполнять его слово и проходить любые испытания согласно первой главе послания Якова с радостью и уверенностью в Божьей победе шалом вегетраот Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон»